Несуществующая аптека, отсутствие освещения и спортивная площадка в опасной близости от трассы. В пятницу мэр города Владимир Шарипов приехал в местечко Горино, чтобы встретиться с жителями и представителями местного ТОСа и обсудить основные проблемы. Горино поселение довольно отдаленное, хоть и находится в черте города. И проблем накопилось немало. Например, вот эта детская площадка и прилегающая к ней улица не освещены. И вот на этот шоу только за 25 метров кабель нужно светильник повесить. Все, и вопрос закрыт. Нет, тут надо смотреть, можно ли на эти опоры в светильнике стоять. Вопрос, казалось бы, пустяковый и быстро решаемый, но на деле необходимо долгое согласование и немало средств. В среднем, чтобы осветить этот участок, может потребоваться 800 тысяч рублей. Владимир Шарипов пообещал, в течение 2017 года свет здесь появится. Вторая точка инспекции практически в лесу. Удивительно, но именно здесь не так давно построили аптечный пункт. Правда, за всю историю существования он ни разу не открылся. Выяснилось, неизвестный владелец аптеку открыл формально и сразу же закрыл, оставив жителей ни с чем. Мы поняли так, что за счет нас они себе отхватили земельки, аптека нерентабельна и все. И он выстроит через несколько времени, он выстроит себе коттедж. Два участка по 17 соток. Это ходили мы в отдел капитального строительства, где нам четко сказали. А кому, не знаем. Даже за простейшей микстурой от кашля жители едут в город, в район Меланжевого комбината. К врачам приходится ездить вообще в разные точки города. Своего специалиста здесь давно нет. А среди жителей есть пожилые люди и мамы с маленькими детьми. Им дорога дается очень непросто. Вопрос с аптекой мэр также взял на карандаш. Постараемся внести в документацию обременение, которое позволит в этой аптеке также содержать пункт приема врача общей практики, который сможет приходить. По согласованию мы, конечно, с департаментом здравоохранения это будем делать. Сейчас будем эту тему прорабатывать. Участок уже подобран. Он как раз за моей спиной сейчас находится. И я думаю, что интерес коммерческие структуры должны к этому участку проявить. Показали Владимиру Николаевичу местную школу. По привычке ее все здесь называют десятой. Хотя уже несколько лет это филиал 41-й школы. Образовательное учреждение – настоящий культурный центр. Здесь проходят все праздники и фестивали. Конечно, бы хотелось эту школу видеть, как и другие школы города, в более современном виде. Потому что наши дети тоже хотят учиться в современной обстановке, в современном спортзале. Иметь что-то более. Да. Вопрос с материально-техническим обеспечением учреждения мэр пообещал решить после своего визита в 41-ю школу. Заинтересовала глава города и новая спортивно-игровая площадка. Снарядов тут немного, но находятся они в идеальном состоянии. Но вот, например, играть в футбол здесь немного рискованно. Совсем рядом трасса. Было много также вопросов у нас, связанных со спортивными, с детскими площадками. Будем дальше работать над их комплексным развитием. Думать, как установить здесь ограждение, чтобы мячик не вылетал на проезжую часть. И так, чтобы у нас появлялось как можно больше здесь элементов и спортивного оборудования, и для отдыха. Дороги в Горино также оставляют желать лучшего. Местному ТОСу пообещали выделить все необходимое для ремонта. Жители сами определяют, какие дороги отремонтировать в первую очередь. Соответствующее распоряжение глава города уже дал подчиненным. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.